привет всем привет сегодня вроде бы шестое перед нами красивое гнездо на дереве это гнездо я увидел примерно неделю назад около этого а погода была тогда такая что даже собака на улицу не вышло бы короче это долгая история посмотрите на махину около метра вот с этой вот стороны я буду гнездо обрабатывать видите это здоровое отверстие это не взлетно-посадочная полоса взлетно-посадочная полоса с другой стороны а это отверстие было сделано синицей или какой-нибудь другой птицей вот отсюда они влетают и улетают с правой стороны отсюда видно вот видите и в этом гнезде что то есть а это вот вертолет если кто не знает так где он где вертолет вот он окей это начинающие пилоты ученики хотел бы уметь управлять вертолетом так начинаем обрабатывать гнездо и посмотрим что нам это даст атаковать буду отсюда так это завершающая фаза я все приготовил потихоньку буду работать я даже уже немножко обработал гнездо и вижу движуху справа видите посмотрим теперь поближе к сожалению все сразу я не могу выполнять жалко вы не слышите шум шершни потому что собака тут лает на всех подряд вам наверное ничего не слышно но мне все слышно вон началась движуха сейчас шершни все спрятались на верхушке гнезда надо было мне вверх дать дозу вот видите где шершни находится видно вам но они уже и падать начали естественно а так с виду можно было подумать что там никакого движения нету мол якобы так раз шершни все улетели но напоминаю вам перед тем как шершни улетят не кое-что происходит а один перед носом пролетел а я защищен всего лишь наполовину главное чтоб хлеборезка была защищена а наверху кино если там королевы конечно я уже находил шершни даже в январе посмотрите на махину вуаля если гнездо раздолбанное там нет никакой движухи то его можно не обрабатывать но если гнездо в совершенном состоянии будьте осторожны его надо обрабатывать да и оставьте дело профессионалам уже профессионалы появились немножко повсюду может быть даже ваш сосед тоже охотник на шершней так мне надо пошевелиться потому что там начинается движуха а я не совсем сильно защищен как можете заметить гнездо находится не так уж и высоко пять метров от земли или от поля ну как хотите ну и длиной наверное один метр примерно и в гнезде это может находиться примерно 500 королев я их в принципе и не считал и естественно они уже ополой флорины 500 королев которые могут на следующий год принести 20 30 40 а то и 50 гнезд поэтому не надо удивляться когда их много а в этом году у нас их было много 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 этих гнезд я заметил что некоторые политики начали шевелиться по этому вопросу и напоминаю что азиатский шершин уже с нами девятнадцать лет а теперь вдруг они все заметили что у нас нету диких пчел я рад что они зашевелились хотел бы сказать что поздно но лучше поздно чем никогда но в любом случае одно уничтоженное гнездо это значит что на следующий год мы не мы будем искать меньше гнезд и меньше несчастных случаев на следующий год в общем все гнездо обработанное я его оставляю здесь как его снять я не знаю видите какой конфигурации а шерш не любит возвращаться в одно и то же место но мы начали же составлять карты где были гнезда и находим там много сюрпризов ладно бай бай до следующего номера хорошего настроения юмора да много колоний шершни они положили на лопатки в этом году у меня 10 из 10 и у многих больших и малых пчеловодов то же самое пчелы на лопатках в общем 10 0 пользу шершня ладно бай до следующего номера классно у нас в шалосе